С воскресным праздничным днём вас сердечно поздравляем, дорогие братья и сёстры! С праздником! Иконы Божьей Матери, все скорбящих рады с грошиками. Тоже к нам отношение эта икона имеет. Ну а мы сегодня девятая неделя по Пятидесятнице, и мы слышали с вами евангельское чтение, продолжение чтения 14 главы от Матвея. Вообще 14 глава от Матвея и Евангелия, она коротенькая. Там два таких события, которые одно за другим идут. Я чуть-чуть напомню, о чём речь идёт в этой главе Евангелия от Матвея, о чём апостол рассказывает нам. Ну, как мы знаем из этой главы евангельской, ученики Иоанна Крестителя пришли к Господу с очень плохой вестью, потому что царь Ирод, четверовлазник, он усёк главу Иоанна Претичи. Они пришли к Господу и сказали об этом. Царь Ирод, который пал и совершил страшный смертный грех, женившись, взяв себя в жёны, жену брата своего, того в темницу отправил, за что, в общем-то, его и обличал Иоанн Креститель, говоря о том, что глава государства должен быть примером для его подчинённых, а он совершает такой страшный грех, который запрещен законом. Но, видите, жизнь такая мирская, мирские страсти, они борют даже, в общем-то, наверное, да всё человеческое в человеке. И, как мы знаем, Ирод, одно преступление, один грех за другим, тянул этот грех один за другим. И следующее, что он сделал, единственное, что не хотел слышать обличения Иоанна Крестителя, он его схватил, связал, в темницу его посадил, боялся его убить. Мы с вами знаем, что все люди считали Иоанна Претичи великим пророком. И сам Ирод, четверогласник, как мы с вами знаем, тоже боялся его и уважал его. Он к нему сходил в темницу, любил беседовать с ним. Но, однако, в темнице держал его. Ну и последнее, последствия одного греха, который тянет за собой иные грехи, это страшный грех – убийство. То есть, знаем, помним, да, это хорошо, что на дне рождения Ирода, дочка Иродиады, его жены, брата, бывший его, она угодила ему. И опять же, вот этот грех и зависимость от мира, он боялся, чтобы его как бы честь, достоинство не упало, ведь он при всех сказал, что он возблагодарит безмерно, если ему угодит в танцы дочь Иродиады. Вот та попросила главы Иоанна Крестича, убили крестителя. Когда ученики Иоанна Крестителя сказали об этом Господу, помним, он очень скорбел, он сел в лодку и уехал в пустынное место, и там пребывал в молитве. И Евангелие рассказывает о том, что многие люди узнали о том, что он удалился в пустынное место, но уже было много людей, которые жаждали услышать спасительное слово его, благую весть. И собрались пять тысяч мужчин, как мы знаем из Евангелия, с женами и с детьми, и пошли через пустыню пешком. Господь на лодке в пустынное место уединился, они пешком прошли. И когда он их увидел, помните, как в Евангелии сказано, он жалился над ними, потому что действительно, представьте себе, идти вот стольким людям с детьми через пустыню палящее солнце. Он жалился над ними, и он исцелил всех их больных, как сказано в Евангелии. И потом они стали слушать его слово, причем вот это то, что произошло, это как бы иллюстрация к тем словам, которые Господь к нам даже обратил, ко всем людям обратил он. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а остальное все я уже постараюсь и вам приложится. Вот эти люди, которые пришли слушать Господа, они забыли, что даже кушать нужно. Смотрите, он исцелил болящих, и никто не разошелся в радости, что исцелился от болезни. Остались. И настолько жаждали вот этой живой воды, которую Господь принес в этот мир, благое вести, вести о спасении. Даже забыли, что нужно кушать. Только вот апостол, ученики его, прагматики, как сегодня можно сказать, сказали Господу, ну не кушали они, да распусти этих людей, пускай они купят в ближайших селениях себе пищу. Но что Господь, исполняя вот эти свои слова, ищите прежде Царствие Божие, правду Его, а Я все исполню для вас все, что вам нужно, все, что вам потребно. Он и совершил вот это чудо, как мы с вами знаем. Возвел на небо, то есть помолился, благословил и насытились все, кто там был вот среди этой огромной вот числа людей. Ну, а потом им должно было Господу с учениками его прибыть в страну Генесаретскую. И он отпускал народ, то есть народ, видимо, много людей было и с вопросами, наверное, задавали вопросы, как это обычно бывает. Он решал их проблемы, и он сказал ученикам плывите на ту сторону, пересекайте Тивериадское море, а я как бы вас позже, позже туда тоже прибуду. Вот Господь отпустил последних людей, а ученики поплыли по морю. И затем Господь поднялся на гору и там молился тоже. Видите, постоянно говорится о том, что Господь пребывал в молитве. И уже ночью ученики плыли на ту сторону Тивериадского моря и долго плыли. Почему? Потому что ветер был навстречу, поднялись волны, и они, преодолевая вот эту вот морскую стихию, медленно продвигались к берегу. А Господь пошел к ним по воде. И вот они увидели фигуру, которая там вдруг появилась посреди моря, приближающаяся к ним. Как мы сегодня слышали в Евангелии, они, конечно, испугались, даже кричать стали, то есть в ужасе от того, что они увидели призрак, как они говорили, да? А Господь говорит, не бойтесь, это ж я иду, я к вам приближаюсь. И вот здесь, родные мои, конечно, мы увидели веру действительно твердую апостола Петра. На камне этой веры именно апостол Петра и основал Господь церковь свою. Апостол Петр обратился к Господу, если ты меня призовешь, то я пойду к тебе навстречу. Представьте себе, вот мы сидим на лодке, идет Господь, кто из нас решился бы все-таки, имея веру, но вступить в эту пучину, переступить борт лодки и вступить в эту пучину. Петр не боялся, ибо да, сильная вера и пошел. Пошел он и понятно, что как человек он вдруг увидел эти огромные волны, внутри это бесная морская, убоялся. И вот тут стал тонуть сразу же. И будучи верующим человеком, он знал, что нужно делать, потому что сразу же воскликнул Господи, спаси меня. Мы знаем эту молитву. Господи, спаси меня, Господи, помилуй меня, помилуй меня, Господи, Господи, Иисусе Христе Синей Божий, помилуй меня. Кратенькое восклицание и обращение к Богу. Конечно, Господь протянул ему руку и сказал, ну что ж ты, Петр, ты же шел уже ко мне, почти пришел, можно сказать, что ж ты боялся, маловер? Это он его назвал маловером. Хотя все апостолы, как мы с вами знаем, совершили уже подвиг Христа ради, ведь они изменили абсолютно свой образ жизни. Они отказались от семей, от своей профессии, они были рыбаками, причем это потомственные, как мы знаем, иудеи, они жили на берегу, и деды, прадеды, и там не знаю, в каком колене, и все были рыбаками, и вот они все это оставили, пошли за Христом, имея такую веру, чтобы изменить жизнь свою, и Господь их назвал маловерами. родные, родные мои, как нас можно назвать по сравнению с апостолами? Вот это евангельское чтение сегодняшнее, оно как раз говорит о нашем с вами состоянии, родные мои, ведь апостол Петр вступил на воду морскую, это ничего страшного, на воду морскую вступил. Мы с вами, дорогие мои, идем через пучину, через такую бурю житейскую, через море житейских бурь, соблазнов, искушений, это гораздо серьезнее, нежели вступить на воду и идти по водам. Это гораздо серьезнее. Серьезнее почему? Вспомни слова Господни. Он говорит, не бойтесь того или чего нибудь, что погубит ваше тело. Не бойтесь этого, бойтесь больше того или чего, от чего может погибнуть душа ваша. Что от воды мы можем как бы получить, если в пучину вступим? Тело наше погибнет. А мы с вами идем по морю житейскому и здесь, дорогие мои, обглядываясь вокруг нас, ведь мы с вами прекрасно осознаем, что в этой топе, в этой глубине морской гибнут большая часть человечества. Согласны? Большая часть людей там гибнет. Большая часть, подавляющая. И другой момент. Видите, апостол Петр воскликнул ко Господу, Господи, спаси меня. Он подал ему руку и спас его. А потом что случилось? Они вступили на лодку. Да? Они вступили на лодку и тогда буря утихла, ветер утих, и все ученики, которые были на лодке, припали к ногам Господа и сказали, воистину, ты Сын Божий. Сколь много людей, которые попадают вот в эту пучину человеческих страстей, жизни, мира, сколь много людей в трудную минуту восклицают, Господи, спаси меня. Восклицают, восклицают. Вот сколько много людей приходит сюда, уже взрослых людей, страдающих алкоголизмом, если бы вы видели только и мужчины, и женщины, а матери, которые плачут за них, еле-еле привозят их за руку. Господи, помилуй. Он протягивает руку, Он спасает их. Но дальше, что нужно сделать человеку? А дальше человеку нужно ступить на лодку. На лодку ступить. А что такое лодка? Святые отцы прямо говорят, а это есть Церковь Христова. Лодка, корабль, это Церковь Христова, которую Он основал здесь, на этой земле, которая ведет и плывет ко спасению. И только те, которые вкарабкиваются на эту лодку, на этот корабль, только они и спасутся. Почему? Потому что вот эти глубины, пучина, она не поборит Церковь Христову, врата адовы, ее не победят. Поэтому, когда мы с вами слышим часто сейчас, особенно, зачем мне Церковь? Зачем мне? Я сама вот напрямую могу с Богом общаться. Да, когда тебе стало плохо, ты крикнула, спаси меня, Господи. И Господь тебя спас. Дальше что? И ты осталась в этих же самых волнах. А что дальше с тобой случится? Он тебе помог в этот момент. А дальше ты и утонешь, и ты дальше и погибнешь. По статистике, сколько у нас верующих людей, сколько человек в Беларуси признает себя православными? 80% людей говорят, мы православные. По статистике, не более 10, ну, 10, говорят, и 12% посещает Храм Божий. Где те 70%? Кто это? Дорогие мои, это люди неверующие. Просто они были крещены когда-то из семей православных, но это не те люди, которые вступили на корабль спасительный Христов, Христовой Церкви. Это люди, которые изредка приходят в Церковь. Вот так вот изредка прийти, это не вера, эти люди не могут называться христианами ни в коем разе. Ни в коем разе. И, дорогие мои, то же самое и среди нас с вами, которые сейчас в храме стоят. Все ли мы можем сказать, что мы действуем христиане? Потому что, что значит прийти в Церковь его, то есть попасть на его корабль спасительный? Что это значит? А это значит слушать то, что Церковь говорит нам. Он Церкви дал быть столпом и утверждением истины. Он через Церковь свою делает все, чтобы нас с вами спасти. Пост Церковь объявляет нам. Ну ладно, хорошо, может быть, мы как-нибудь чуть-чуть, чуть-чуть попастимся, а может, и не удастся. Так мы слушаем Церковь, или вернее так, мы слушаем Господа, который через Церковь к нам обращается. И получается, что не слушаем. Потому что кто такой человек Христов, и кто такой человек, который идет ко спасению? Это тот человек, который всегда с Богом. Господь нас четко совершенно сказал. Где наши... То есть, если мы любим что-то в миру, то там и сердце наше находится. Согласны? Если я люблю сильно работу свою, да, я только о ней и думаю, мою, я только о ней и думаю. Сердце моё там, но не со Христом. А Господь, смотрите, как жестко сказал, кто любит отца или мать свою больше, нежели меня, или сына, или дочь, более, чем меня, не достоин меня, отрекись от себя полностью, всё своё, что тебя с миром связывает. Это не значит, что мы должны не любить свою профессию, работу, которую мы исполняем. Должны любить. Должны Христа ради и работать. Но за то, что Он дал нам способности к этой работе, за то, что Он даёт нам родные мои здоровья, пока что ещё, что мы имеем силы идти на работу, мы имеем силы ещё прийти в Храм Божий и молиться здесь. Я всё время повторяю, чтобы мы поняли, именно в эту минуту, в эту секунду людей хоронят, именно в эту минуту. Вот мы здесь стоим, а в это время тяжелейшие операции с дикими болями людей режут сейчас, в эту минуту. А мы с вами стоим и имеем возможность разговаривать с Богом. Разве не хочется нам поблагодарить Его за это, Господи? Причём спросить себя, за что такая милость Его, что я сегодня имею здоровье, силы, ножки мои сюда привели, ну пускай может быть тяжело, с палочкой, как бы там ни было. Но мы пришли и мы в Храме Божьем находимся. И вопрос простой, за что, Господи? Достоин ли я того, что я служу престолу Твоего или здесь нахожусь в молитве в этом Храме Божьем, спасительном Твоём? Так вот, если мы благодарим Господа за те способности, таланты к работе, которые Он дал, способности, которые Он дал, память блестящую, когда мы можем учительствовать, это дар, дар, любая специальность, это дар Божий. И промысел Его о нас. Мы обязаны исполнять свою работу. Нам заповедано в поте лица хлеб свой добывать. Разве не так? Но другой момент, Господь сказал, постоянно молитесь. А что такое молитва? Смотрите, апостол Петр сказал, Господи, спаси меня. И Он протянул руку и спас его. И Господь нам о силе молитвы и о важности молитвы сказал, что Он сказал? Толците, то есть, толкайте и отворится вам дверь. Ищите, обрящите, просите, дастся вам. Просите, вам дастся. Только просите, только молитесь. Потому что, если любой из нас будет бить себя в грудь и говорить, я христианин, а на молитву у нас нет времени, даже на вечернюю и утреннюю, то значит, я не христианин. Речи быть не может, если человек не молится. Если он не молится, ему не нужен разговор с Богом, контакт с Богом. Если он не возносит к Господу, не понимает человек, что все от Бога, все им. И создал, Он и жизнь дал мне. Именно Он. И Он поддерживает меня в этой жизни. Дает здоровье пока еще какое-то и так далее. Бессмысленно тогда получается действительно наше бытие здесь. И присутствие даже в храме. То есть, мы пришли по остаточному принципу там, воскресенье, ну я в воскресенье схожу в храм. Пришли здесь, да, получили благодать, удовольствие. Удовольствие, я бы даже сказал. Потому что это не благодать. Да, нам приятно здесь, здесь прекрасно. Все-таки сердце трогает нас и служба, и мы понимаем, что Он здесь присутствует. Но мы выходим из храма и становимся обычными людьми, как и все остальные. А что мы должны делать, чтобы этого не было? Молиться постоянно, как Господь сказал. Причем Господь нам сказал, не надо, не молитесь, как язычники, в многословии, и думайте, что я вас услышу. Что значит языческие молитвы? Это такие витиеватые, там, красивые, такие и так далее. А тут достаточно Господи помилуют. И все. Но постоянно Господи помилуют. Мы идем, не смотря по сторонам, где-то, а Господи помилуй, Господи, благодарю Тебя, что здесь погода такая, и все вокруг хорошо, и что детишки бегают, мои пришли на причастие, я радуюсь, что они причастились. Все благодарим Господа, все в Его руках. До тех пор, пока мы не поймем, что волос, даже один с нашей головы не упадет, без Его ведома, без промысла Божия, у нас ничего не получится. Ничего не получится. И в трудную минуту мы обращаемся к Нему. Апостол Яков прямо сказал, злостраждет ли кто из вас, молитву дадеет. То есть, кто страдает, болеет тяжело, молитву створите. Мы вызываем врача и тут же начинаем молиться. Одинаково. То есть, не врача вызываем, и там, не знаю, проклинаем все, что вокруг есть, там, не знаю, за что. Вопрос часто звучащий, Господь, за что Ты меня? Как за что? Значит, получается, что я считаю себя сильно хорошим, а Господь несправедливо меня, что-то со мной там сделал. Хотя, как верующие люди, мы прекрасно даже понимаем, что бы с нами не происходило по воле Божьей, и мы должны уверены быть совершенно. Все, что Он не делает, Он делает нам во спасение. Если мы болеем, значит, нам должно болеть для того, чтобы спастись. Если мы здоровы, Он нам дает здоровье, значит, использовать этот момент, потому что, конечно, понимаем мы, что здоровый человек может сознательно и обращаться к Господу, и молиться действительно от всего сердца, с разумом своим, всем разумом, вообще всей крепостью своей, каждой частицей своей обращаться к Богу. То есть, молитва постоянная должна у нас быть. Тогда эта связь с Богом происходит. Если мы читаем Священное Писание, это тоже молитва, дорогие мои, не смущайтесь. Даже если вы благочестивое телевидение смотрите, благочестивое телевидение смотрите, это тоже молитва, это тоже мы, как бы, я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Потому что, когда мы смотрим это, наше сердце чистое, оно с Богом. Вот этого мы должны добиваться, сердце чистое. Для чего? Чтобы Бога встретить в себе. Чтобы стяжать Дух Святой, Дух Мирен, Дух Святой в себе. Вот тогда мы будем действительно христианами, не по названию, не номинально, я христианин и бью себя в грудь, а по-настоящему христианами. Для того, чтобы действительно, как вот апостол Петр сегодня поступил, иметь дерзновение, ступить на воду, идти ко Христу, и все-таки, на корабль, ступив в Христовой Церкви, вместе с молитвой ко Господу, потому что Он кормчий, Он нас ведет ко спасению. Вот плыть на этом корабле и не оступаться. Потому что, именно из той категории, о которой я сказал, людей, которые и извиняюсь, вернее так, еженедельно посещают храм, еженедельно, но не молятся, а присутствуют здесь. А потом вдруг мне говорят, вы знаете, отец Игоря, она пошла к баптисту. Мать моя, она же 12 лет в церкви здесь была, в приходе. Что она тут делала? Что делал человек в храме? Что он делал здесь? Что так легко пошел куда-то там, на другое место? Родные мои, надо четко, совершенно знать, нету много, не будем судить, мы не будем судить, как другие спасутся, не спасутся, это дело Божие. Но нам указан путь, и идем им. Зачем себе, как бы, сложности придумывать самим? И рисковать. Рисковать. Господи, помогай нам быть твердыми в вере, немаловерными. Хотя, я бы так сказал, Господи, дам нам такую маленькую веру, как у апостола Петра. Маловерную, как у него, потому что, ну, достичь бы нам такой веры, конечно. Спаси, сохрани вас Господь, с воскресным днем вас и с праздником, иконы Божьей Матери, все скрипящие радости, с грошками. Спаси, сохрани вас Господь. Спасибо.